Продолжение следует... Меры обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры Крыма в связи с предотвращением спецслужбами Российской Федерации теракта на полуострове. Кроме того, рассматривались сценарии мер антитеррористической безопасности на сухопутной границе, морской акватории и в воздушном пространстве Крыма. В Севастополе подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате между правительством города, профсоюзами и работодателями. Для бюджетников она составит 7,5 тысяч рублей, для работников вне бюджетной сферы 8 тысяч. Денежные средства в бюджет Севастополя уже заложили, отметили представители городских властей. Изначально размер минимальной заработной платы хотели приравнять к величине прожиточного минимума. На 10 квартал 2016 года он составил 10 258 рублей. Однако экономическая ситуация в городе не позволила этого сделать. Правительство Севастополя будет способствовать улучшению состояния экономики города и увеличению размера минимальной заработной платы населения. Мы в принципе вели переговорный процесс по поводу увеличения минимальной заработной платы. И в принципе вышли на те показатели, которые дают, хотя и не в полной мере, но все-таки дают возможность улучшения социальных условий работников и в небюджетной сфере, и работников в бюджетной сфере. По окончательным результатам мы определились, что 8 тысяч это работники, минимальная заработная плата работников в небюджетной сфере, и бюджетная сфера это 7500. Если в течение 30 календарных дней со дня официального публикования данного предложения работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет предоставлен Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со дня официального публикования предложения и подлежит обязательному исполнению ими. Городские власти приняли постановление о выборе единого поставщика услуг по реконструкции социально значимых дорог. С таким предложением в четверг на заседании правительства выступил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Андрей Демин. В РИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал инициативу. После определения подрядчика работники приступят к капитальному ремонту дорожных полотен по улице Фиолентовское шоссе вдоль авторынка и в молочной балке по улице Шабалина. Подробности в репортаже Анны Брачевой. На состояние дороги вдоль авторынка по улице Фиолентовское шоссе жалобы от автомобилистов поступали неоднократно. В прошлом году тендер на проведение капитального ремонта выиграла фирма, которая не справилась со своими обязательствами. В результате город расторгнул контракт, применив штрафные санкции. Прежде чем приступить к производству работ, в том числе и эти фирмы, на депозит вложат денежные средства в размере 10% от контракта, так называемое обеспечение. В случае невыполнения обязательств они данные денежные средства теряют. Естественно, сумма контракта 70 миллионов, залоговая стоимость 7 миллионов. Далее последовала полная ревизия, новые сметные расчеты, государственная экспертиза. Для того, чтобы максимально уменьшить конкурсные процедуры, департамент городского хозяйства предложил выбрать единого поставщика услуг для реконструкции двух социально значимых дорог по улице Фиолентовское шоссе и в Молочной балке. Наша уверенность основывается на том, что две местные фирмы, которые нас еще пока не подводили, это дорожник, последняя работа, которую он выполнил, это улица Индустриальная и улица от Хрусталево-Развязки сейчас к нашим кладбищам туда дорогу он делает. То есть делают максимально быстро, качественно. И Севастопольское предприятие, которое делало у нас в последний раз, также нас выручило улицу Воронина в максимально короткий срок. Как вы видели, все вдох строят, извините, они буквально за неделю выполнили то, что месяцами не могли сделать подрядчики. Протяженность двух дорожных полотен порядка пяти километров. Сметная стоимость – 70 миллионов рублей. Это капитальный ремонт с заменой основания и выносом инженерных коммуникаций. Завершить работы планируют до 1 октября. Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. До середины лета 2017 года пять угольных котельных планируют перевести на газ. Такие данные на заседании правительства Севастополя озвучили специалисты Департамента городского хозяйства. Проект на сметную документацию подготовят уже в этом году. Изменения коснутся объектов по улицам Горпищенки, Охотская, Родионова, Энергетиков и Рыбаков. На эти цели предусмотрено 33 миллиона рублей. На сегодняшний день в Севастополе 16 угольных котельных. Преобразовать их в газовые планируют до 2020 года. Денежные средства заложены в программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В четверг на заседании правительства Севастополя городские власти приняли изменения в проект планировки и межевания территории Мартыновского канализационного коллектора. Ранее на реконструкцию объекта было выделено более миллиона рублей и определен проектировщик. Однако в расчетах была допущена ошибка. После корректировки параметров площадь коллектора была уменьшена на 250 метров. На сегодняшний день объект прокладывается открытым способом. Первая часть – до водонапорной канализационной станции, вторая – до станции гашения. Проектная документация сейчас разрабатывается и предположительно будет готова к концу августа. Ориентировочно 12 сентября проект будет предоставлен на публичные слушания. Я представляю проект. Проект планировки – это документация по определению технической зоны, коридора, которая будет определена в красных линиях. И постановление правительства будет утверждено параметром красных линий. Красные линии будут поставлены на кадастр и определятся зоны, где проходит территория. Межевание земельных участков определит собственников или иных структур, которые попадают в зону прохождения коллектора с последующим выкупом земельных участков и переводом из категории в категорию. В целом проект небольшой, но по значимости для города он очень значен. Четыре машины будут регулярно поливать улицы Севастополя. С 11 августа по инициативе в Рио губернатора Дмитрия Овсянникова 24 основные и 35 второстепенных улиц города будут поливаться каждый день для улучшения микроклимата. Это проспект Генерала Острякова, проспект Октябрьской революции, Вакулинчака, Пожарова, Героев Севастополя и другие. Полив проезжей части в центре по городскому кольцу будет осуществляться два раза в день. Такие меры должны улучшить эксплуатационные свойства асфальтового покрытия в жару. Начальник управления благоустройства Севастополя Евгений Романенко отметил, Полив улиц производился и ранее, однако это было нерегулярно. Теперь распоряжением директора департамента городского хозяйства за автодором закреплена обязанность в ежедневном увлажнении дорог. Сейчас полив будет возобновлен с четкой регулярностью, с четкой кратностью ежедневно. Задействованы четыре единицы техники по одной водоводству в каждом районе. График ежедневный полив, центральное городское кольцо будет поливаться дважды в день. Завершились полуфинальные матчи Кубка Севастополя по футболу среди любительских команд. Финалисты соревнований определялись по сумме двух встреч. Танго переиграл ПФК Севастополь 2-1, они же оказались сильнее и в первой встрече 3-1. Оба раза с хоккейным счетом победил своих соперников футбольный клуб КАМО. Сначала они разгромили игроков из третьей спортшколы 6-2, а затем в упорной борьбе переиграли их 6-5. Финальная встреча за Кубок Севастополя по футболу между КАМО и Танго состоится в воскресенье 14 августа на стадионе СКС. Матч начнется в 17.00. Вход свободный. А уже 21 числа стартует второй сезон премьер-лиги Крымского футбольного союза. ФК Севастополь в дебютном матче на домашней арене встретится с Крымтеплицей из поселка Молодежное. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Продолжение следует...